Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Семен Борисович Гречко, директор Рязанского театра драмы. Здравствуйте, Семен Борисович! Ну, театр драмы, наверное, остается одним из самых любимых театров, куда с удовольствием идут и взрослые, и дети. Скажите, пожалуйста, каким образом вы выбираете пьесы для репертуара, вот чтобы с удовольствием можно было прийти, у вас расслабиться и получить эстетическое удовольствие? Ну, на самом деле, все гораздо сложнее. Скорее, для нас театр – это скорее не просто место, куда люди приходят расслабиться. Мы, естественно, хотим, чтобы люди к нам приходили задуматься, пережить какие-то эмоции. И поэтому пьесы, которые берутся к постановке, обычно именно ориентированы на такой подход более, скажем так, философские в некотором роде, да? Хотя, не спорю, естественно, берем к постановке и легкие комедии, потому что сейчас жизнь достаточно сложная. Ну, людям, конечно, хочется прийти отвлечься. Сегодня у нас появился новый главный режиссер. Ну, уже не сегодня, это я лукавлю. На самом деле, прошло уже полгода. И в основном, конечно, на сегодняшний день занимается отбором пьес к постановкам, конечно, он. Как творческий лидер театра, как человек, который отвечает за творческую политику. И я хочу сказать, что ему это удается. Те пьесы, которые он берет к постановке, совпадают с идеями, которые давно уже витают в театре. Все-таки у нас достаточно театр взрослый, один из старейших, в десятке старейших театров нашей страны. И, соответственно, мы не можем себе позволить репертуар только легкий. Берется и классика, берется и какие-то вещи современной драматургии. В общем-то, достаточно сложный процесс, но интересный, очень интересный. Скажите, вот на сегодняшний день можно как-то отследить, куда охотнее идут люди? На классику или на какие-то более легкие комедии? На самом деле мы отслеживаем это постоянно. У нас есть своя, как теперь модно, служба маркетинга, которая постоянно проводит исследования в театре. И такой анализ идет, постоянно аналитика. Ну, конечно, люди больше идут на комедии. Мы это прекрасно понимаем. Конечно, люди больше идут на мелодрамы. Определенная часть людей, известно какого пола, какого возраста, идет именно на мелодрамы. Но я не могу сказать, что нет интереса к классике. Одна из последних наших премьер, Машенька Набоков, сейчас собирает полные залы. Как раз поставил наш новый главный режиссер, заслуженный артист России Сергей Виноградов. Очень интересно поставил, очень необычно. Но это Набоков. Читается этот Набоков в каждом движении актера, скажем так. И сейчас мы собираем на этом спектакле полные залы. То есть интерес к классике есть все-таки, как бы там ни было. Но меньше. Меньше, конечно, в сравнении с комедиями, мелодрамами. Но все равно театр сохраняет баланс. Тоже ведем аналитику. Тоже смотрим, чтобы не нарушался баланс классики, легких пьес каких-то. Серьезных очень тоже. Потому что, ну, понимаете, всего должно быть в меру. Насколько я знаю, вот последняя премьера в вашем театре, это был спектакль «Желание переполненного сердца». Да. Да, который прошел как раз в день Святого Валентина. Да. Насколько зрителей заинтересовал этот спектакль? Насколько охотно они пошли на эту премьеру? И мы снимали, но генеральный прогон. Соответственно, впечатления зрителей мы, к сожалению, не видели. Вот интересно было бы узнать. Вы знаете, всегда очень сложно говорить о спектакле по премьере. Премьера – это все-таки зритель подготовленный. Это театральный зритель, который всегда заинтересован посмотреть то, что выпускает театр. И по его реакции очень сложно судить, получился спектакль или не получился. Всегда можно сказать на премьере, что спектакль получился. Зритель подготовленный, зритель в восторге, все здорово. Мы увидим дальше, как желание «Переполное сердце» будет идти в репертуаре. Сама премьера прошла шикарно, естественно. По-другому быть не могло. Более того, мы в этот раз применили, ну скажем, один ход театральный, который применяется. Мы впервые его применили, честно сказать. В других театрах применяется очень часто. Это некая, ну скажем, интермедия перед началом спектакля. Была разыграна в фойе, посвященная Дню всех влюбленных. Игралась музыка, пелись песни, рисовались шаржи какие-то. Шуточные церемонии бракосочетания. Зритель был в восторге. А вы планируете в дальнейшем продолжать вот такую форму работы, устраивать какие-то интермедии. Знаете, только вчера обсуждали с нашей командой на будущее, стоит ли на будущее делать. Я думаю, что мы, конечно, будем к этой практике возвращаться, но не каждую премьеру. Для того, чтобы не замылилось. Люди примкнут, будет неинтересно. Может быть, в ближайшее время вы еще нас порадуете какой-нибудь новой постановкой? До закрытия сезона-то еще премьеры будут? Конечно, будут. И не одна. На самом деле, сегодня в провинции театры вынуждены ставить спектакли. Ну, драматические театры, конечно. Для того, чтобы постоянно поддерживать интерес зрителей, достаточно часто. Мы стараемся практически каждый месяц выпускать по премьере. Поэтому у нас будет спектакль по пьесе «Ох уж, это Анна». Лево-направо он будет называться. С выпуском 21 марта. 6 мая мы выпускаем спектакль по пьесе «Ануэ» «Встреча в замке». Ну и пока на этом я как бы не буду раскрывать дальше там ситуацию. Потому что у нас есть еще одна задумка до конца сезона. Ну, пока думаем, удастся или нет вписаться. Все-таки, ну, помимо наших желаний и помимо интереса зрителей, конечно, есть моменты еще финансовые, которые, понимаете, выпускать ежемесячно очень тяжело и в финансовом плане. Скажите, труппы Рязанского драматического театра, ну, естественно, ездят на гастроли. Конечно. Вот расскажите, где вы бывали, может быть, вот последние какие-то интересные гастроли. И, может быть, куда планируете? В прошлом году мы побывали на гастролях в Тамбове, Таганроге, в Тель-Авиве, в Гомеле. Достаточно большая география. И мы, наверное, один из самых гастролирующих театров вот в Центральном федеральном округе. Поскольку считаем, что такая политика позволяет поддерживать и внутреннюю культуру театра выше, и интерес к театру и за пределами Рязанской области тоже, чтобы был высокий. На этот год запланированы гастроли опять в Израиль. Запланированы гастроли в Тулу. Уже в апреле, вот в конце апреля мы поедем. Недельные, обменные. Они приезжают к нам, мы едем в Тулу. Есть планы на сентябрь по обмену с Воронежским академическим театром. И в ноябре мы приглашены в Орел, который сейчас гастролирует на площадке нашего театра. Семен Борисович, большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Мы будем с нетерпением ждать ваших премьер. И желаем вам успеха. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам почаще. Обязательно. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова